Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. С нами на прямой связи по скайпу. Сегодня Марс Сариев, киргирский политолог и социолог. Здравствуйте, господин Сариев. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, формально, да, Кыргызстан. То есть здесь есть что-то какое-то схожее между Белоруссией и Белоруссией? Белоруссия и Белоруссия, да. Политический аспект. Политический какой-то идеологический аспект есть? Да, есть. Дело в том, что я еще до начала этих событий, до выборов, сказал, что в Кыргызстане 100% будет разворачиваться белорусский вариант. Но я не думал, что конечный результат будет таким, каким он у нас сложился. Переворот произошел. Я думаю, постепенно, как в Белоруссии, стабилизируется. Ну, он произошел достаточно быстро, буквально за несколько часов, можно сказать. Учитывая, что протесты начались в ночь, и с утра уже ЦИК объявил о том, что выборы признаны недействительными. Это успешный результат для протестующих, на ваш взгляд? Да, конечно, успешный. Это неожиданный результат для всех, для нас экспертов тоже. Хотя мы ожидали волнения, ожидали, что будут митинги. Но что закончится очередным уже третьим переворотом, вы знаете, это для нас сюрприз был экспертов тоже. А чем это можно объяснить вот так стремительно, так быстро? Потому что как раз политологи говорят, что не успели даже удивиться. Потому что если мы рассматриваем ситуацию в Республике Беларусь, там все продолжается на протяжении уже многих дней. А в Киргызстане все произошло в считанные часы. И, грубо говоря, политолог уходил спать, проснулся, а там все уже случилось. И, в общем-то, уже постфактум все обсуждается. Вот это стремительное развитие событий, с чем оно связано? Как считаете? Да, вы правы, на самом деле. Удивительно. Но мы думали как? Мы думали, что вполне возможен такой вариант. Но думали, что после двух переворотов уже как бы у нас есть иммунитет и понимание, что третий переворот ничего нового хорошего не принесет. Так как это не революция, а это не революция. Сейчас, конечно, рано говорить, это переворот или революция. А то, что в Беларуси происходит, это естественно. Я думаю, что это связано с культурным, цивилизационным кодом. Беларусы все-таки европейцы, и как бы поведение беларусов объяснить можно. А мы, Азия, у нас совершенно другая ментальность, и у нас сохранились, так сказать, элементы кочевой демократии. И то, что произошло два раза, к сожалению, произошло и в третий раз. Ну или не к сожалению. Посмотрим, чем закончится. Уход премьер-министра с поста является ли это важным требованием для протестующих? Как сейчас на это все реагирует в Бишкеке? Имеется в виду нового, исполняющего обязанности премьер-министра. Ну, уход, да, предыдущего. И сейчас оппозиционер, как мы понимаем, который был в колонии, он сейчас назначен исполняющим обязанности премьер-министра. Да, Садыр Джапаров. Знаете, здесь идет очень тонкая концептуальная борьба. Я даже могу сказать, что концептуальные центры — это неправительственный сектор в Кыргызстане, НПО, конечно, по западным лекалам работающие. И исполняющий обязанности премьер-министра сейчас Садыр Джапаров, он вышел из тюрьмы, он был осужден на 7 лет за попытку захвата власти при Атамбаево еще. За ним стоят старые элиты, хотя они противники действующего президента, еще легитимного Джеймбекова, и вышли из тюрем, и к ним присоединились действующие политики. Но именно молодая когорта, стоящая сейчас за митингами, которые сейчас прорвались в Белый дом и пытаются там требовать полной иллюстрации, это борьба, я думаю, что западного концепта полной иллюстрации. Это армянский вариант с Пашиняном и вариант с Акашвили, Грузия. И теми переворотами, которые были ранее у нас два раза, когда одни олигархические группы старых политиков сменяли других. Ну вот вы сказали о том, что свою роль играет азиатская ментальность, азиатский менталитет. А как это влияет и как это определяется? Что вообще это означает, если так попробовать рассмотреть? Вы знаете, ну как бы очень характерно, я смотрел интересную вещь для нас, как бы очень удивительную, когда две колонны в Минске поднималось больше 50 тысяч человек. У нас, когда совершился этот переворот, максимум это 5 тысяч человек было в Бишкеке, и первые два переворота еще меньше людей, и две колонны, когда такие массированные колонны, проходя мимо друг друга, они не устроили ни одного инцидента, махали друг другу руками, ну в смысле я имею в виду сторонники Лукашенко и противники. Для нас это, понимаете, немыслимо, сразу начнется драка, ну как бы в этом есть отличие. Ну а что сейчас требуют протестующие, потому что, как мы понимаем, демонстранты по-прежнему остаются на улицах, и противостояние оно в Киргизии, в Киргизстане, продолжается в Бишкеке. Что требуют протестующие, учитывая, что оппозиционный лидер, он назначен премьер, ну, по крайней мере, выполняющим обязанности премьер-министра? Какие ожидания? Да, вы правы, мы сейчас уже в легитимном поле, парламент собрался, 62 депутата из 120, это уже кворум, и они решили, уже избрали, исполняющий обязанность премьер-министра, спикера, ну и как бы сейчас власть легитимна. Хотя президент остается легитимным, но он неизвестно где делает обращение народу, особо не предпринимает каких-то противоположных действий. Я думаю, что за премьер-министра Садыром Джапаром стоит момент контакта все-таки с действующим президентом, и таким образом, цивилизованным образом, сейчас власть хочет отправить президента в отставку, обезопасивая такой эволюционный путь. Но вот молодые, участвовавшие в ночных событиях, в основном это была молодежь, они требуют полной люстрации, как вы помните, было при Саакашвили и при Пашиняне. Поэтому здесь вот как бы эти же революционеры, но молодая когорта требует полной люстрации и тех, кто вышел из тюрьмы, и тех действующих политиков, хотя они противники Джеймбекова. А вот старая гвардия противников Джеймбекова, как бы эволюционный путь, я думаю, что у них есть контакт с президентом. Ну а что сейчас на улицах происходит? Сейчас очень интересная ситуация происходит, молодые из партии, Атамикен тоже как бы настроены больше прозападно, и другие партии, бирьбол, они какое-то западное направление, они проводили митинги, призывали людей, я имею в виду население, чтобы население поддержало, и они выдвигают свою версию у премьер-министра, это молодой парень, совершенно молодой, по-моему, 25 лет. Да, мы все-таки решили эту проблему, воспользовались старым добрым телефоном для того, чтобы продолжить нашу программу, абонент доступен, у нас связь с Бишкеком, Арсариев, политолог как раз на прямой связи, и мы в первой части говорили по скайпу, в видеоформате, сейчас переходим на устный разговор в аудиоформате. Да, и говорим мы о такой стремительной революции, которая произошла в Киргизстане. Да, господин Сариев, вот какие ожидания сейчас? Можно ли говорить о том, что есть какой-то уже определенный прогноз на ближайшее будущее? О том, что будет Бишкек? Вы знаете, сейчас еще рано говорить, потому что, скажем, угроз со стороны президента или сторонников президента уже нет, и президент фактически не пользуется поддержкой ни человеков, ни сторонников. Губернаторы подают подставки, подставку в масштабе. Здесь только между теми, кто сейчас совершил этот переворот, идет как бы внутренняя борьба. Дело в том, что, как я назвал, есть группа реформаторов, которые требуют полной люстрации и апеллируют народу. И есть группа политиков опытных, которые противостоят Диенбекову, которые были в тюрьме и которые действовали. И мы переходим в правовое легитимное поле. Я думаю, что все нормализуется. Силовые структуры уже приступили к обязанностям. Мародерство в городе остановлено. В принципе, и ночью уже было остановлено дружинниками. Но милиция сейчас уже в полной мере, потому что руководство здесь, милиция и спецслужбы. И поэтому я думаю, что будет нормализовано все. Мы в легитимном поле. Я думаю, что вот этот спор между младореформаторами и реформаторами все-таки закончится в пользу реформаторов. Потому что младореформаторы – это путь Армении, путь Грузии. Да, это эффективный путь, это революция. Но я думаю, что вы же видели, чем закончился Акашвили и что произошло в Армении. Поэтому мы находимся в постсоветском пространстве. И революция такого типа, настоящая революция, вряд ли окончится успехом. Мы видим, что произошло на Украине. Тоже люстрация была. Была люстрация и в Грузии, и в Армении. Дестабилизация во всех трех республиках. Как мы знаем, Киргизия находится в составе ОДКБ. Этот договор сейчас актуален и в контексте конфликтов в Карабахе. Ведь Армения тоже находится в этом составе. И Россия. В частности, сейчас секретариат этой организации высказала обеспокоенность происходящим в Киргизии. Насколько вообще рассматривается вероятность, что другие страны будут как-то вмешиваться в происходящее в Киргизстане в контексте договоренностей в рамках этого соглашения? Да, есть пункт в договоренностях, что если произойдет внутренняя дестабилизация, то ОДКБ имеет возможность вмешаться. Но я не думаю, что сейчас в Киргизстане произойдет эскалация напряженности. И в связи с Карабахской проблемой тоже ОДКБ в тяжелой ситуации, потому что мы, находясь в ОДКБ, в Киргизстане, в Казахстане, не поддерживаем Армению, члена ОДКБ. Тюркские республики Центральной Азии поддерживают Азербайджан. Это становится ясным. Поэтому ОДКБ как бы парализован. И в этом ключе тоже. Так что этот пункт есть, но я не думаю, что у нас произойдет такая дестабилизация, что будет просьба со стороны республики ввести или, скажем, участие в ОДКБ. То есть получается, что сегодня Киргизстан на стороне Азербайджана в этом конфликте? Да, на стороне Азербайджана. И Казахстан тоже члены ОДКБ, и Узбекистан. Все тюркские республики на стороне Азербайджана. Таким образом, мы, являясь членами ОДКБ, не поддерживаем Армению. А с чем это связано? Почему именно сторону Азербайджана занимают? Ну, ваша страна в частности. Ну, я думаю, знаете, здесь работа вот как бы Тюркского совета. Дело в том, что Казахстан входит в так называемый Тюркский совет по сотрудничеству. Куда входит Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Трухмения. Узбекистан не входит. И я думаю, вот этот и Тюрксой, тюркское сотрудничество по культуре, сыграли свою роль. И мы в этом плане не можем, хотя мы члены ОДКБ, участвовать в этом конфликте на стороне Азербайджана. Мы можем только занимать централитет со стороны. Ну, предпочтение отдаётся Азербайджану как Тюркской республике. И в этом плане очень большая опасность, видите. Дело в том, что приход к Кашинянам дестабилизировал Афгаз. И я думаю, что у Турции руками Азербайджана есть большие намерения по включению всех тюркских республик. Не только в Центральной Азии, но и России. Я имею в виду Башкирия, Казахстанский в цикле. Некий тюркский союз, Великий Туран. И даже, возможно, выстраивание военного блока тюркских государств во главе с Турцией в перспективе. Если будет разгораться этот конфликт далее. Потому что Пашинян назвал этот конфликт цивилизационным. А, скажем, Армения, крестьянская греки, крестьяне, не православная Россия. Тоже, как бы, официальная религия. Но Россия ведь и тюркская республика, страна на славину. Поэтому это долгоиграющий, как бы, проект, в котором даже Эртурган является игровой фигурой. Не говоря уже о Пашиняне. То есть, получается, что в случае, если мы сегодня слышали заявление Владимира Путина, что Россия готова будет выступить на стороне Армении в рамках ОДКБ, то есть Киргизия как раз на это не пойдет, даже если ОДКБ включится в работу, если вот начнется эта история. Ну, то есть ваши солдаты воевать на стороне Армении не будут. Ну, вы уже сказали в начале нашего разговора, в первой части по скайпу мы говорили и сравнивали ситуацию в Киргизстане и Белоруссии. И вы сказали о разных формах протеста, о разной реакции, несогласных друг с другом сторон. Но, тем не менее, можно ли говорить о том, что жители Киргизстана вдохновились в какой-то степени примером соседней Белоруссии, относительно соседней? Ну, вы знаете, в каждой доле здесь, в каждой шутке есть доля шутки. И здесь у нас очень распространен такой мем, где говорится, что Киргизия предподнесла мастер-класс Белоруссии. И даже есть такой мем, что Киргизия может делать революции на вынос, качественно, в течение трех часов. Ну, имеется в виду предложение для Белоруссии и других стран. Но, как бы, в этом есть, в этой шутке есть доля, так сказать, шутки. Ну, вот если говорить о том, как простые люди на это реагируют, потому что, вот, я общался со своими друзьями и с Бишкекой. В общем-то, они, ну, скажем так, были крайне недовольны тем, что революции или там перевороты происходят очень часто, потому что это мешает нормальной жизни. Это действительно так? То есть, как общество вообще оценивает вот столь стремительное развитие событий в вашей стране? Вы знаете, да, удивительно, потому что революция 2005 года, революция 2010-го, вообще-то это переворотный. И сейчас то, что произошло, удивительным образом, в 2005-2010 году большую роль сыграла провинция. Именно провинциалы из малых городов и сел, они приехали и делали революцию. А клановый характер начало противостояние севера-юга, клановых группировок. А вот сейчас эту революцию, так называемую революцию, переворот, сделала молодежь, понимаете, волонтеры и западно ориентированные, как бы, неправительственные организации. Основная масса не присутствует в этих событиях. Горожане утром просыпаются, в Бишкеке в третий раз происходит переворот. Основная масса боится всех этих вещей. На самом деле это отбрасывает Кыргызстан далеко назад. Но делают это очень небольшие пассионарные группы. На этот раз молодежь. А первые два раза это клановые группы, приехавшие из провинции. То есть какой процент сегодня на улицах, если, может быть, вы как социолог, как это оцениваете? Понятно, что это возрастные группы, там, молодежные, но тем не менее, вот какой-то процент от населения страны Бишкека? Процент, очень маленький процент населения. Ну, я как бы сказал, что максимум достигло к ночи, когда произошел перевод в 5 тысяч человек, и сыграло большую роль то, что подъехали с регионов на автобусах, на машинах очень много молодых людей, и это позволило ночью провести переворот. Ну, в основном, это совершенно молодые люди, которые, понимаете, сейчас профессионарно выплеснулись во время коронавируса. Они работали волонтерами. Молодежь всегда негрестически откатилась в политике, не участвовала в политике, особенно городская. А вот в этот раз именно молодежь стала участвовать. Впервые горожане, молодые ребята, участвовали в волонтерском движении, практически была парализована вся помощь, власть, правительство не работало во время коронавируса. Это была взаимопомощь самих людей, как бы люди, спасение утопающих, дело самих утопающих. Вот эта молодежь, которая сейчас пассионарно выросла на коронавирусе, она участвовала в этих событиях, а потом уже потянулись в регионах. Это тоже молодежь, кстати. Ну, как и было в первые две революции. Но первые две революции, это были клановые игры региональных элит севера и юга. А в этот раз революцию делала молодежь, в основном, прозападно настроенной. Что касается роли России, насколько она велика в вашей стране, влияет ли Москва, официальная Москва, на события, или, в общем-то, является таким сторонним наблюдателем? Москва в первых двух революциях 2005 года, фактически, революцию делали американцы. Есть хороший фильм на этот счет французских кинематографистов, хотелось о святой революции. Там все действующие гуры, а и до сих пор работают, даже послом Великобритании работает, Иди Байкалов, один из лидеров НТО. Там все откровенно было сказано. В 2010 году роль Москвы была очень большая, потому что Курмамбек Бакиев, пообещав Москве, взяв 300 миллионов долларов, не вывел американскую базу, и таким образом нарушил соглашение с Москвой. И Москва закрыла легкие нефтепродукции и провела кампанию на канале Вести против имени Бакиевых, что послужило сигналом для элитных групп, что ему пришла черная метка. И северные кланы при поддержке части южных кланов совершили вторую революцию. На этот раз я не вижу внешних акторов. Может быть, еще время покажет, но я думаю, что здесь произошло естественным образом молодежь, воспитанная на западных идеях за 30 лет, и правительственный сектор гражданского общества во время, обкатала свою активность во время коронавируса, и вот они сыграли роль при поддержке молодежи, приехавшей из регионов за ночь. Но пока внешних акторов нет. Я думаю, что Россия наблюдает и понимает, что вмешательство России, как вы же помните, вмешательство России в Белоруссии выжарит обратный эффект. И сейчас я не вижу игроков активных. Просто Запад, конечно, понимает, что выращенные за 30 лет неправительский сектор в любом случае логика естественно будет направлена на реформаторство. И Западу уже не надо. Они 30 лет и так создавали неправительский сектор. А Россия понимает, что мы находимся в постсоветском пространстве. И в любом случае, вы же видели, что происходит на Украине, что было в Грузии, что происходит в Армении. В любом случае. И Белоруссии, кстати. Россия ждет, что, как и в Белоруссии, Армения с Азербайджаном, они вынуждены будут, их прибьет все равно к России. А в Кыргызстане позиции России очень сильные. Поэтому они будут наблюдать, появится ли глобальный контрпортсер. Ну что ж, мы благодарим вас за то, что вы нашли время и вышли к нам в прямой эфир. Прямой эфир программы «Абонент доступен». Да, Марс Сареев был с нами на прямой связи, политолог из Кыргызстана. Спасибо, всего доброго и до свидания. Спасибо. До свидания.